Когда в 2018 году на BlizzCon 2018 Blizzard анонсировала ремейк-ремастер культового в наиширочайших кругах третьего варика, дав ему под заголовок рефорджет, многие на это дело сильно возмутились, мол, ну нафуя вы кормите нас этими переделками? Дайте нам что-нибудь новое, дайте четвертую Диаблу, четвертый Варкрафт, третий Старкрафт, дайте хоть новый АйПи в конце-то концов. Впрочем, тот BlizzCon вообще, надо сказать, для близов был не самым удачным. Тогда и правда, ничего нового не показали, лишь кинули нам в лицо этим куском гава... Мобильной Диаблы, по слухам технически копирующей другую мобильную РПГ каких-то азиатов, которым, собственно, и доверили разработку. И это тогда, когда все ожидали хоть малепусенького анонса четвертой части. Ведь столько было сливов, подогревающих это самое ожидание, ну ведь неспроста же! А к слову, эта мобилка все еще не вышла. Так вот, после всего этого, вроде бы и неплохая новость про обновленную версию третьего варика была многими воспринята крайне негативно. По крайней мере тогда, на тот момент. Ну, на самом деле, а нужно ли нам было это переиздание? Вот, если взять, к примеру, второго резика, как самый, пожалуй, высокооцененный нынче ремейк, то там да. Играть сейчас в оригинальные резиденты довольно тяжело, и если игровой процесс не будет подкрепляться у вас чувством глубокой ностальгии, которая скрашивает многое, то осилить их от и до, ну, не каждому дано. А то, что сделали Капком, шикарно. Однако, вернемся к нашим оркам. Оригинальный третий варик, на наш взгляд, ну, на взгляд моего коллеги, если что, текст писал мне он, так что костерить, пожалуйста, его в случае чего. Так вот, третий-то варик выглядит и звучит нормально до сих пор. Да, игре уже почти 20 лет, но вы сами посмотрите. Крутая фотореалистичная графика этой игре не нужна, как и не была нужна тогда, в далеком 2002-м. Это стратежка, фэнтезийная стратежка. То, что полигонов маловато и все это немного угловато, ну так и рефордж не одарит вас чем-то невообразимым. Ведь, по сути, насколько нам известно, это тот же самый движок, малость подшаманенный, но... Да, немного осовременили графику. Официально добавили поддержку широких форматов монитора, добавили какую-то мимику персонажам, которую можно рассмотреть при увеличении, переделали некоторых юнитов, правда, опять же, зачем? Говорят, перерисовали катсцены. Мы сами их пока не видели, они будут только на релизе. Сейчас в бетке только мультиплеер есть. Ну ведь старые-то были бомбические, зачем улучшать то, что и так нормально? Да, что-то где-то немного перерисовали, адаптировали в угоду Вовке... Нет, не этому, который вот... World of Warcraft'у, в смысле. Хотели еще и сюжет, вроде как подогнать под Вовку в паре моментов, ну, к счастью или к несчастью, передумали. Ну и самая большая боль для многих – озвучка. Ее полностью переделали, и это вот правда прям печаль, беда, и вроде бы понятно, что, ну, годы прошли, и где-то оно уже не будет сходиться с видеорядом, особенно в роликах, которые перерисовали. И да, были косяки там в именах и все такое, но насколько был шикарен тот самый вариант. Ведь его даже когда-то признавали лучшим дубляжом, причем там, за бугром. И да, сейчас озвучание тоже выполнено профессионалами, и вроде как по качеству звучит норм. Но... Хе-хе-хе-хе... Сейчас... Сейчас надежда остается только на модеров, которые наверняка как-то попытаются адаптировать старую озвучку под новую картинку. И вот здесь хочется спросить у вас. А как вы относитесь к рефорджу? Ждете, не ждете, как вам озвучка и прочее? Может быть, вы уже успели поиграть, так как этот ролик запросто мог выйти после релиза игры? Ведь по нашей гребаной традиции мы, как всегда, профукаем сроки. Изменилось ли ваше отношение к ремастеру после релиза? Обязательно напишите нам в комменты, почитаем, поотвечаем. А мы... Ну а что мы? Кого мы обманываем? В любом случае игра будет куплена и пройдена. Слишком уж крутой была третья часть, чтобы пройти мимо обновленной версии. Хотя по-прежнему особого смысла в этом переиздании мы не видим. Вот если бы ремейк первой или второй части, вот это да. Кстати, по первому варику мы уже давно планируем олд, так что ждите. Ну и вот такой небольшой ролик рассуждений у нас вышел. Может уже после релиза сделаем обзор, где поговорим конкретно, по факту, что все-таки получилось. Как звучит озвучка там, как выглядит картинка и прочее. А на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр и, как всегда, до новых встреч в новых видео. Лич, Терланги, вечную жизнь. Это чудовище не должно вырваться на свободу. Порой руку судьбы нужно направить. Что ты делаешь? Становлюсь королем. Субтитры сделал DimaTorzok